Как создать лид-форму в Elementor на WordPress? Очень важная часть сайта лендинга. Лид-форма это та форма, которая собирает заявки ваших потенциальных клиентов. Подробнее в этом видео. Итак, мы с вами подобрались к созданию формы. Мы с вами ее еще не делали. Мы будем с вами использовать специальный, очень популярный плагин Contact Form 7. Переходим в админку нашего сайта. Далее давайте этот плагин установим к нам на сайт. Плагины добавить новый. В поле поиска плагина вбивайте Contact Form 7. Идет поиск. Вот он здесь. Его здесь находим. Нажимаем установить. Далее активировать. После активации плагин имеет свою позицию в левом меню WordPress. Вот он здесь Contact Form 7. Переходим сюда. Первая форма у нас по умолчанию уже создана. Кликаем по названию формы. И давайте разбираться в настройках. Мы будем делать вот такого рода форму, которая собирает как можно меньше данных. То есть чем больше данных, тем меньше конверсия. Должны понимать. И это специальная форма, которая как раз таки служит для сбора максимального количества заявок. Значит обычно это два поля. Email и имя. Вместо email может быть телефон. Как вам удобнее. Соответственно, вот здесь шаблон формы. Вот здесь вот у нас все настраивается. Изначально у нас форма выглядит немножко неправильно. То есть, например, вот это сообщение, это большое поле, куда человек может вести свое сообщение. Я предлагаю отсюда его убрать. Чтобы у нас форма выглядела вот так вот аккуратно. Как убирается это поле. То есть вы отсюда вот убираете всю вот эту конструкцию. Начиная вот с этого label. В общем, вот они все делятся. Смотрите, вот это вот у нас это сообщение. Вот это, это кнопка отправить. То есть в данном случае у нас получить консультацию. Можно переименовать ее. Изначально она отправить. То есть, естественно, мы это не удаляем, просто вам объясняю. Вот это поле тема. То есть это дополнительное поле, куда может человек ввести какой-то текст. Нас интересует вот это поле. Это поле email и поле ваше имя. Все очень просто. Вот это сообщение мы прямо отсюда удаляем спокойненько. Поле тема мы тоже убираем. И у нас остаются вот такие вот данные. С ними мы тоже поработаем. То есть все, что написано вот здесь, это будет у вас выводиться вот здесь. То есть здесь тоже важный момент. Введите ваше имя. Так и должно быть написано. Не просто ваше имя. То есть вы удаляете дефолтный текст и пишете прямо вот так. Введите ваше имя. Так будет правильней. Просто некоторые люди, следя за статистикой, за вебвизором, многие люди реально тормозят вот здесь, когда написано ваше имя. То есть то ли не понимают, что надо ввести, то ли что. Ну, бывают разные люди. Поэтому, когда мы человека введем на каждом этапе нашего сайта, надо, так сказать, за ручку его ввести, любого человека. Введите ваше имя. Здесь, как бы, любой уже понимает, что надо ввести имя. Соответственно, во втором поле у нас тоже здесь неправильно. То, что вот это в скобках обязательно. Ежу понятно, что форма просто не отправится. Только лишнее время, то есть лишняя затрата какого-то слова или места на сайте, мы не используем это. Мы используем введите ваше имя. По поводу кнопки, я вот здесь вот ставлю получить консультацию. Если вам это не подходит, вы можете что-то другое написать на кнопке, но только не пишите купить, чтобы прямо в лоб вот так вот не было. Обязательно получить консультацию. Пускай человек с вами пообщается, и вы его подведете, так сказать, приведете к покупке. После всех изменений нажимаем сохранить. Переходим с вами к настройке следующего. Письмо. Важный на самом деле параметр, здесь будьте внимательны. Кому самое первое важное поле? Для тех, кто не знает, я уже много раз об этом говорил. Обычная почта не прокатит, не гарантируется доставка заявок к вам на почту. То есть, это та почта, ваша админская, как администратора сайта. То есть, все заявки, куда будут приходить. То есть, почта, оканчивающаяся на собакам Mail.ru, собакам Яндекс.ru, собакам Gmail.com, собакам Inbox и все похожие ящики. Забудьте про них. Письма не дойдут. Нужно использовать специальную электронную почту, бизнес-почту. Их можно создать, эти бизнес-почту, у кого угодно. У Mail.ru, Google это есть и так далее. Вы сами можете видеть. У меня это почта от Mail.ru, бизнес-почта, привязанных доменов. Также можно создать почту на хостинге. Там сделать это будет гораздо проще. Здесь я использую свою почту. Дальше. От кого? Вот здесь вот напишите то, что вы хотите видеть в письме. Вот сейчас на скриншоте вы видите то, что будет располагаться именно здесь. Если здесь будет пусто или будет что-то другое написано, у вас будет, скорее всего, там подставляться WordPress. Тема. Я все здесь удаляю и пишу, например, письмо с сайта. Это будет подставляться вот здесь. То есть на скриншоте я показываю, когда письмо доходит, когда вы его еще не открыли. Движемся с вами именно в тело письмо. Это то, что вы будете видеть, когда вы почту это письмо откройте. То есть от имя e-mail человека. Вы увидите, сможете с ним переписываться. Дальше. Тема. Мы тему убираем, потому что мы отсюда убрали тему. Она не будет у нас подставляться. Соответственно, я тему убираю. Просто отсюда удаляем. И сообщение. Это то же самое. Удаляем. Остается у меня вот так. E-mail, имя. И это тоже будет полезно, чтобы вы будете видеть, что это ваш думент с вашего сайта, с вашей формы кто-то написал. Вот так вот это выглядит в раскрытом виде. Да, и чуть не забыл. Вот этот e-mail здесь желательно подставить почту, создать ее на хостинге, чтобы письма не попадали в спам. У всех хостинги разные. У меня это так. Например, в панели хостинга я перейду учетной запись электронной почты. И здесь просто нажимаете создать. Создавайте почту на хостинге, привязанную к вашему думену. Примерно это будет вот так. Выглядит, например, собака и ваш думен дальше. А тут в начале, перед собакой, ну любое ваше значение. И, соответственно, замените эту почту вот здесь вот, между вот этих вот кавычек. Произвели все изменения, нажимаем сохранить. И у нас тут остается еще одна вкладка. Это различные уведомления при разных ситуациях, при разных обстоятельствах. Например, сейчас на скриншоте я вам показываю. При удачной отправке, учитывая, что у вас будет такая форма, лучше заменить это сообщение. То есть у вас сейчас по умолчанию спасибо за ваше сообщение. Оно успешно отправлено. Но я предлагаю заменить его на такое сообщение, чтобы человек четко понимал, что с ним свяжутся достаточно в ближайшее время. Там через 15 минут наш менеджер свяжется с вами. Остальные поля здесь уже на ваше усмотрение. Читайте, смотрите, все по-русски, за что они отвечают. Я остальные поля даже не трогаю. Мы с вами произвели только лишь внутренние настройки, чтобы у нас все работало. Внешняя составляющая. Как это сделать красиво, оформить в Elementor, мы будем использовать специальный плагин. Полный видеокурс по Elementor Pro для начинающих. В данном курсе я полностью освещаю все детали и тонкости о том, как создать профессиональный сайт на Elementor Pro версии. Пройдя этот курс, вы станете настоящими профи в создании сайтов. Я приглашаю вас на страницу презентации данного видеокурса, ссылку на которую вы найдете в описании под этим видео. Прямо сейчас вы можете перейти к следующему видео, где я покажу, как за счет специального плагина без знания кода настроить красивое отображение на сайте форумы Контакт Форум 7.